Нижнекамск Бабушка изучала английский язык Университет третьего возраста располагался на базе нескольких учебных заведений города Было сформировано 8 факультетов Психологии, философии, татарского языка и литературы, здорового образа жизни и даже ландшафтного дизайна Более 700 пенсионеров посещали лекции, писали конспекты и отвечали на уроках Делали все, что положено студентам Первый год, конечно, было гораздо меньше у нас студентов Потом все больше и больше В прошлом году мы решили, что мы уже в зале педагогического училища, педколледжа не помещаемся Нам надо переходить уже в зал Дома пионеров Но каково было сегодня удивление моё, что мы уже и здесь не помещаемся Значит, следующий год, юбилейный выпуск пятилетний, мы должны проводить в Доме техники однозначно Со сцены выпускники пели, танцевали, показывали зарядку и благодарили педагогов, которые обучали их всё это время совершенно бесплатно Учитель лечебной физкультуры Флюра Кармишина не хочет расставаться со своими студентами Пенсионеры посещали занятия с удовольствием, никогда не прогуливали За все месяцы работы многие успели подружиться Теперь даже дни рождения отмечают вместе Они приходят на такие все уставшие, больные А после тренировки, после этой лечебной гимнастики по программе цигонотерапия Они уходят совсем другими, они такие весёлые сразу уходят Одна четвёртая зала, это мои Это те, которые в прошлом году занимались, те, которые раньше занимались Они все пришли Они все пришли Одна четвёртая часть, это все мои девочки Я горжусь и радуюсь, и знаете, вот даже до слёз Благодаря университету третьего возраста бабушки и дедушки научились петь и танцевать Многие освоили компьютерную грамотность и теперь знают, что такое скайп Другие научились понимать татарский язык и разговаривать на нём Сегодня они получили заслуженные сертификаты и доказали, что жизнь после 50 только начинается Регина Шагапова, Максим Галимзянов, Эфир 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова